Выборы 2019 Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие севастопольцы. Я Шестак Валентин Владимирович, ветеран севастопольского отряда подводных... Да, и начинаем первый блок. Как раз-таки приветствую избирателям. Вы рассказываете о себе. Полностью ваше время 4 минуты. Да, я ветеран подводного спецназа Черноморского флота, активной части комитета Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов, Российский союз ветеранов и учредитель правозащитной экологической организации Севастопольское общество охраны природы прав человека и исторического наследия. Всем севастопольцам, особенно севастопольцам уже с 15-20-летним стажем проживания здесь и более, я знаком, как еще и руководитель общества охраны природы, Дом природы. То есть мы занимаемся этой публичной деятельностью, посвященной защите прав севастопольцев уже не один десяток лет. Сегодня еще знаменательная дата, день советского офицера. Я советский русский потомственный офицер, потомственный моряк. И сын у меня моряк, офицер Черноморского флота с 2006 года, закончивший мое же училище в Фрунзе и капитан третьего ранга. Сейчас служит еще до возвращения нас в родную гавань. Хотелось бы сегодня поговорить о втором избирательном округе. Почему? Потому что меня очень тяжело как-то привязать к одному из округов. Я всегда позиционировался с нашими общественниками, с общества охраны природы на всех телеканалах, во всех передачах, на весь город. Мы защищали весь город. И сегодня я скажу честно, что я как ветеран, я как офицер русский потомственный, буду представлять, конечно, интересы всех социальных слоев населения. В ЗАГС-собрании, если туда вы меня изберете от всего города, для всего города. Но самое главное, это округ номер два, потому что избиратели этого округа могут меня или избрать, или не избрать. Все равно я проживаю в этом округе, античный 4, так называемый круглый дом, колизей. Мы его привели к состоянию образцового, и в 17-м году в ноябре месяце Степашин вручил нашему председателю значок «Лучший образцовый дом Севастополя». И мы вошли в 70 лучших домов Российской Федерации. Об этом даже были передачи на Первом канале. Поэтому, дорогие севастопольцы, дорогие жители округа номер два. Это, я напомню еще раз, Казачья с улицей военных строителей, где мы защищаем от истребления уникальную парковую зону на 8 гектаров. Героев Бреста, маршала Блюхера, Бориса Михайлова, Челнокова, Павла Корчагина, античный проспект. Вот это тот весь куст, который вокруг бухты Камышовой. Вот это вот все второй избирательный округ. И я от партии «Справедливая Россия» номинируюсь по второму избирательному округу в законодательное собрание. Спасибо. Переходим ко второму блоку. Я вам напоминаю, что все сэкономленное время у вас переносится на последний блок, резюмирующий. Есть заявленная тема для всех кандидатов по округам. «Программа качественных изменений в округе. Пять приоритетных шагов». На эту тему вам отводится 6 минут, так как вашего оппонента нет. Поэтому, Валентин Владимирович, предоставляю вам 6 минут. Значит, по второму мажоритарному округу. У нас очень хорошая морская акватория, у нас удобные бухты, у нас в наличии есть пляжи. Но мы уже сейчас говорим о том, в каком состоянии пляжи, в каком состоянии пляжное оборудование и те, кто обслуживает пляжи. Мы говорим о дорогах, мы говорим о ливневой канализации, мы говорим о южных очистных сооружениях, мы говорим и о рабочих местах, о всем сразу. Все это требует решения и неотложного. Первое, самое главное, это, конечно, экология, это здоровая окружающая среда, потому что это здоровье наших детей, это здоровье пожилой части населения, это здоровье всех жителей города Севастополя. Отсутствие канализования, южных очистных и дырявые коллекторы, конечно, наша беда, беда казачьи, беда второго округа, потому что он первый встречает удар неочищенных стоков, которые в объемах более 100 тысяч в сутки изливаются без всякой очистки в шельфовую зону Севастополя. Вот этому мы посвящаем сейчас самое главное. Мы сейчас мониторим как общественники, мы привлекаем сейчас бизнес-структуры, которые имеют богатейший опыт строительства таких очистных, реальный опыт на территории материка. Но это очень тяжело и сразу вам скажу, что наше положение в санкциях предполагает, конечно, ограничение количества участников и их процедуры прийти на конкурс. Второй раз проваливается конкурс и наш номинант, которого мы пытаемся сюда по экологическим программам привлечь, не может никак принять участие. Если у него за гарантию в 373 миллиона, банк требует комиссию в 27 миллионов, то тут, конечно, очень тяжелая позиция. И эта позиция требует вмешательства центральных органов власти, скорее всего, даже Москвы, чтобы упростить систему участия в конкурсе. Вторая – это дожди, ливневки, тоже экология, смывы все, Омега. Вот я живу рядом с Омегой, вижу, сколько детей приезжает со всего города и со второго мажоритарного округа и купается в мелководной теплой части бухта Омега. Но вот после дождя там же суповой набор из бактерий, там же тяжелое положение, уже неоднократно закрывался пляж. Это все тоже надо решать, но все это решать, я вам сразу скажу, нужно в диалоге с исполнительной властью. Большая стратегическая ошибка предыдущего ЗАГС-собрания, что они, имея комитеты многочисленные, не сделали комитет по экологии и сохранению исторического наследия, самая животрепещущая тема для севастопольцев, и они отсутствовали в диалоге с исполнительной властью. И сейчас эта традиция, к сожалению, продолжается. То есть тот же вот председатель комитета по архитектуре и землепользованию, градостроительству и землепользованию, он фиксирует только уже совершенные какие-то негативные действия по ущербу, по сносу, например, деревьев. Каменный цветок. Чтобы вы знали, общество охраны природы, почетный гражданин Дворченко, покойный, ныне светлая ему память, он в бытность действующего мусона создавал этот каменный свисток, вложил в него душу. И вот отсутствие диалога позволило, конечно, исполнителям власти тому же благоустройству, тому же Департаменту имущественных земельных отношений переоформить землю в аренду российскую, выписать порубочные билеты. То есть все сделано, как казалось бы, согласно закону, юридически грамотно. А вот отсутствие диалога в начальной стадии проектирования, оно и привело к тому, что господин Горелов выезжает и фиксирует снос сафор. А вот если бы он был в диалоге, то на стадии проектирования он бы заставил сделать дендропланы, заставил бы сделать так планирование этого кафе, что оно красиво бы вписалось, например, в существующее озеленение. Ни одно бы дерево не было уничтожено и дополнительно потребовал бы еще высадки, как минимум, там, вечно зеленых двух-трех десятков деревьев. Вот это и есть диалог, это конструктивное решение, выход из ситуации, когда одна сторона слышит другую. Предыдущее ЗАГСобрание этим не отличалось. Им была интересна борьба. И даже наш сенатор, приехавший из Москвы сюда, сказала, что есть положительный эффект в том, что севастопольцы закалились в пятилетней борьбе. Представляете, она, сенатор в Москве, фиксирует и говорит это положительно, что мы, 130 тысяч пенсионеров, порядка 100 тысяч детей и остальная часть населения, мы все закалялись в борьбе. Когда одна ведь власти не слышала другое. Улетели снаряды в обе стороны и сплошные обвинения. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы был конструктив, что единение наступает не тогда, когда одна сила политическая доминирует, а тогда, когда в ЗАГСобрании присутствуют личности, которые готовы к диалогу, которые готовы к конструктиву и которые пытаются защищать все-таки третью часть власти. Это население само, народ, тот, который и есть источник государственной власти. А вот эти ветви, они должны слышать тех представителей народа, которые призывают к диалогу и отсутствию всякой борьбы. Борьба, она неконструктивна, она не приводит к никаким положительным результатам. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы у нас второй мажоритарный округ, мы ведем сейчас, занимаемся переговоры, это холдинг Южный, судостроительный, судоремонтный завод Южный, это у нас самое главное портовые мощности, это перевалка грузов, это судоремонт, судостроение, это то, чем всегда зарабатывал Севастополь. Это то, где севастопольцы, обучаясь в наших колледжах, получали профессии и работали на станках, работали на кораблях и ходили, плавали по морям на этих кораблях. Вот это главное. Второе предлагается, конечно, это как восстановить океанический рыбопромысловый комплекс. Но это под санкциями, наверное, делать надо государственную программу. Для этого надо инициировать, как задействовать другие мощности на Дальнем Востоке, например, и в Нурманске, или в Калининграде, которые бы, используя потенциал личного состава севастопольских моряков, добывали бы там в океанах море рыбу, и эта рыба бы попадала к нам на стол. Цены безумные. Поэтому мы, как общественники, мы, как «Справедливая Россия», я иду от партии «Справедливая Россия», инициируем, конечно, самое главное – это привлечение тех регионов, где производство сельскохозяйственной продукции качественное, поставлено уже на высокий уровень. И прямые поставки. Мы говорим, что надо сделать здесь крытые рынки. Если вы уничтожили рынок сталинградский на Столетовском, то есть сейчас у нас и на Юмашево под угрозой рынок. У нас вообще безумие будет тогда сетевиков, которые могут увеличить стоимость всех продуктов питания. Для этого нужны прямые поставки. Для этого нужны крытые, хорошие, мощные рынки. Два. И мы это предлагаем в программе. Один в бухте Казачий, один здесь, где-то в районе Сталинграда, к Борису Михайлову. Вот эти вещи, они не популистские, чтобы вы понимали. Эти вещи реальны. Эти вещи нужно доводить до первых лиц государства. И парламентарий имеет эти возможности. Почему? Потому что за ним стоят избиратели. Поэтому я призываю ту часть населения активной, которая меня слышала уже в течение 15 лет. Я всегда говорил реальные вещи, которые как просветительские, конструктивные, возможны к исполнению. Чтобы вы сказали соседям, что вы призвали бы во дворе. Я готов на встречи со всеми жителям на всех улицах, на всех домах. Мы говорим, что надо создать условия такие, чтобы всем социальным слоям населения было жить комфортно. Начали программу «Скорее-скорее сделаем детские площадки в камшенном дворе». И получилось то, на что наступила грабля Москва. Москва решает по-другому. Она говорит, что между домовые, детские хорошие площадки, которые на балансе муниципалитетов, которыми могут пользоваться все окружающие дома, не нанося вред друг другу. А в домах нужно делать зоны тихого отдыха, которые способствуют оздоровлению граждан всех возрастных групп и социальных групп. То есть двор должен быть общим домом для всех. Для дедушек, бабушек, для взрослых, для подростков, для детей. Но ни в коей степени не для одной группы населения. Это мамы с маленькими детьми, которые в наших домах-колодцах, конечно, кричат, играют в мяч. И вторая часть населения страдает от этого шумового, например, эффекта. То есть мы за счет одних не можем решать проблемы других. Надо делать так, чтобы это устраивало всех. Это же мы говорим, например, о том, что рядом с нами и нас касается это медицинский кластер на хуторе Пятницкого. Но нельзя за счет туберкулезного диспансера, за счет интерната для пожилых людей решать вопросы по онкологии, скорой медицинской помощи и инфекционке. Там произрастает 3643. Это те, которые по робочный билет выписывался на уничтожение сосны Пятцунской реликтовой. Наш почетный гражданин Булах посадил эти солнце в 60-х годах. Для чего? Для того, чтобы туберкулезное заболевание мать купировалось пульцой этих сосен. Чтобы иммунитет повышался у пожилых людей, которые проживают в интернате. А если мы сейчас кричим, что какая-то третья сила, то есть я и наша общественная организация нависала в Роспереднадзор, чтобы мы в ландшафт вписали следующие дома и строения не в ущерб уже там находящимся больным, нас вот Тимофеев обвинил, что мы пятая колонна. Да вот мы как раз за третью силу, за здравый смысл. И мы и у губернатора сказали и заявили, что давайте-ка это все решать с проектантами на территории. Не где-то в тиши кабинета, в других городах по конкурсу выигрышев, а в тиши, вот на территории вписать в ландшафт. Это и есть здравый смысл. Есть у нас предложение и по созданию уникального археологического парка в Омеге, где есть хора, где есть античная дорога, где строится фондохранилище. Если там пустырь, который сейчас непрезентабельный, сделать сквер, и мы предлагаем, что найдем инвесторов, которые на территории сквера построят полную реконструкцию древнегреческой усадьбы со всеми элементами, то есть там будут не статисты, там будет натуральное приготовление пищи, показано, как жили, какой быт, что делали древние греки, идти на хору, идти вдоль античной дороги фондохранилища и смотреть артефакты, которые нашли на нашей хоре и в Херсонесе. Вот это было бы живое развитие второго мажоритарного округа. Не надо делать так, чтобы только на заповедне Херсонес-Таврической все бы туда ехали, ломились и что-то там видели и смотрели. Это все присутствует у нас на тысячи гектар древнегреческой хоры по всей территории Севастополя, а особенно это актуально на втором мажоритарном округе. У нас 9 усадьб, которые можно объединить в одно туристическое кольцо, плюс сквер, плюс хор, античная дорога. Это будет просто изюминкой туристической для отдыха жителей второго мажоритарного округа. Спасибо, Валентин Владимирович, за такой развернутый ответ по теме. И мы переходим уже к третьему блоку. На мониторе вы видите ваше оставшееся время. Третий блок – это резюмирующее заявление участника по теме дебатов. Можете рассказать еще раз о себе, какой у вас номер и в бюллетене. В принципе, полностью ваше время. У вас осталось 3,5 минуты. Прошу вас. Я еще раз хотел бы повториться, что нет у нас капиталов. Посмотрите здраво сразу на телеэкраны наших телеканалов, не государственных, а коммерческих. Там превалирует, там прямо преобладает до 99% те лица, которые уже сейчас в ЗАГС собрании, которые хотят еще на одну каденсу оставиться, остаться там и опять нас учить, как нам бороться, как нам выживать. А вот здравомыслящих людей, я, наверное, их тоже с вашего соглашения причисляю к ним, но нету в информационном поле. Если я почти 20 лет присутствовал всегда, и даже спасибо радиопроводному, спасибо передачам севастопольского телевидения, мы и наши спикеры, 8 у нас или 9 ученых, которые выступали регулярно с просветительскими нормальными вопросами, которые и формировали сознание населения, занимающиеся здоровым образом жизни. И пчеловоды, и садоводы, и дачники, и вообще нормальные люди. Даже мы сейчас входим в комитет по воссозданию Брига Меркурий. То есть и краеведы, и историческое наследие. Вы знаете, что туманы, вот опряжников защищают музей на мысе Хрустальном. Мы все это готовы вместе с севастопольцами защищать, но не в варианте борьбы, а в варианте диалога с властью. Вот сейчас по мысу Хрустальном у нас диалог не получается, строй, газ, монтажем. Почему? А потому что три года назад наше ЗАГС-собрание осветило мыс Хрустальный, как мемориальный парк исхода Белой гвардии, с краеведческим музеем, где будут герои русской весны, и с большим концертным залом. То есть они сами ввели в заблуждение центральные органы власти, а теперь через три года эти же персоналии отчаянно бьются за мемориал героическим защитникам 41-42-го. А в тот период, три года назад, они предлагали его разместить на высоте горной, над седьмым километром, на самой верхотуре, что там хороший вид, и ветеранам будет хорошо видно весь Севастополь. Ну вот это вот такие вот двойные стандарты, они дезориентируют севастопольцев. Во-вторых, у нас, извините, ну короткая память на плохое. Мы забыли, как встали все вредные ряды, защищая катерну от монумента Мати Родины, в которой там коленопроклененные красноармеец и белогвардеец от того, что будет артефакты Белой гвардии в Рангельевской армии. Теперь же вот это вот все, знаете, как-то повторно. Хотелось бы, чтобы у нас были безусловные герои. 30-я батарея. Мы наконец-то добились, что Александр, герой, но еще не герой России, на котором мы просим нашего президента присвоить, а значение 30-й батареи в обороне Севастополя уже озвучено даже нашим президентом на параде в военно-морском Санкт-Петербурге. Это большое достижение. У нас есть, безусловно, герои в прошлом, которые нас должны объединять, которые нас должны консолидировать. Вот поиск таких людей мы и будем продолжать совместно, конечно, с вами, севастопольцы. Поэтому мое обращение, в первую очередь, к тем, кто слушает, слышит, может подвергнуть анализу. Те, кто, безусловно, влюблен в лидера по второму, в так называемую лидера по второму мажоритарному округу спикера нашего парламента и говорит, что Екатерина Борисовна, ну, просто должна. Но она должна, она третья в списке по партии, она проходной части, она проходит. Зачем же тогда еще и номинироваться по мажоритарному округу, где должен быть избран тот человек, который, извините, будет лопатить и работать на избирателей, который будет реанимировать второй избирательный округ для нормального цивилизованного проживания в нем. Делать его образцовым. Поэтому подумайте и обратитесь к своим детям, к своим внукам. Я в большей степени обращаюсь, конечно, к категории слушающих. Это, ну, где-то уже за 60 лет люди, которые любят проводное радио, потому что оно сопровождало нас всю жизнь на кухне еще с советских времен. Давайте попробуем вот это. В день советского офицера услышать голос, не крик души, а просто голос разумный, ясный и твердый. И как мне Российский Союз ветеранов написал вот в прокламации, которая призывает всех ветеранов поддержать, что поддержите нашего боевого товарища. Я ветеран подводного спецназа, я прослужил на Черноморском флоте, я офицер. Я никогда ни присяги, ни клятве не изменял. Поэтому я и в своих вот агитационных, что вот нам удалось издать и сейчас распространять будем в листовках, и написал. И подписался, как русский честный офицер, который готов и обязан вообще-то поддерживать все слои населения, если они ему доверят свое представительство в парламенте. Парламентарий – это большая очень должность, обязывающая и ответственная. Если парламентарий не имеет связи и не может защитить людей на этой должности, да еще имея под собой, например, комитет или весь парламент, то это печально. Поэтому хотелось бы, чтобы вы подошли к этому со здравым умом, со смыслом, с холодным рассудком, да, с холодным сердцем, но с горячим сердцем. Да, чтобы посмотрели и понимали, что есть достойные люди, я не говорю только я, есть масса достойных людей, которые не ради денег, не ради какой-то амбиции и власти идут в законодательное собрание. Это тяжелый труд. Я уже возрастной, давно же в отставке офицер, но я понимаю, что общественной площадки уже абсолютно не хватает, чтобы привести в нормальное состояние нашу жизнь, чтобы мы могли реально повысить качество жизни, чтобы мы дали севастопольным самым то, что они хотят, а не то, что им навязывают всякие лидеры. Спасибо. Жду вас на избирательных участках. Спасибо большое. Это были дебаты кандидатов по одномандатным округам. Сегодня в студии был представитель 2-го избирательного округа Шестак Валентин Владимирович. До новых встреч в эфире. Выборы 2019